здравствуйте дорогие друзья сейчас мы пойдем на работу к александру лукашенко как у него дела давно мы не были вот его масть александр лукашенко говори как у тебя дела на работе сейчас он все расскажет всю правду про себя так александр лукашенко это дополнение к раскрытию его талантов вот он на работе что ему нравится на работе что ему не нравится на работе фактор неожиданности коллеги листу бытия прибытия и вот александра лукашенко при своем начальстве и вот он сам на работе 1 2 3 4 дополнение 1 2 2 потянулась ладно что-то ему хорошо нравится что не нравится неожиданность коллеги листу бытия прибытия его начальство москва кремль и вот он сам на работе так александр лукашенко выходи расскажи кто ты по масти по масти вон падающий короля крушение молния удар с ваш не падает шут и кроль вот его масть это крушение мол молния через эту молнию александр лукашенко лукашенко лукавый хорошо играет деньгами несмотря на то что он уже в полете это полет полет шмеля можно сказать потому что эти с крылышками на что-то он летит летит и он еще делает всевозможные пируэты пируэты финансовые пируэты чтобы спасти свою финансовую программу вот вот его масть теперь надо же такая карта вышла теперь вот он пришел на работу александр лукашенко к своим с волками жить по волчьей быть и он борется за свои интересы ведь и тут кто кого одолеет или они его или он но тут еще как бы программа двух стороне получается у него на работе он должен доказать что он борется за своих из-за чужих но то что россия тоже тут и белоруссия вместе и он борется за какие-то приоритеты так теперь что ему нравится на работе ему нравится защищать свои интерес вот о чем я и говорила видите переживание боль через эти переживания есть большая опасность смотрите для него это рад то что ему нравится он может менять лица но он как бы хороший артист это карта еще артиста на работе да и где он может показывать что он еще не совсем упал ведь этот шут король упадал то дьявол и и шут возле башни получается они же две карты потянулись получается что он очень хороший лицедей меняет лица он может быть может и легко переобуваться в общем такой вот шустрый малый теперь что ему не нравится на работе королева жезлов и судьба ну королева жезлов ведь это не по судьбе он к ему не нравится какая-то ситуация которая на него давит от давит и он хочет вроде бы уйти в тень ведь и в тень дал его спрятаться но есть внутреннее давление которое на него давит это ему не нравится дальше александр лукашенко фактор неожиданности неожиданные прилеты неожиданные прилеты и которые могут равняться равняться через какие-то решения в общем или прибытие вот этих летающих объекта которые прибыли на территорию где он должен среди двух стай быть самым сильным и удержаться так теперь его коллеги паш кубков сюрприз сюрприз неожиданный сюрприз крушение планов получается его коллеги могут пострадать может куда-то прилететь к его коллегам видите у него сколько башен одна башня вторая третья получается это потрясение через эти потрясения видите прилеты да я сказала и что-то вот может пострадать его друзья или же его окружение среди этих окружений другое окружение где есть неожиданное событие теперь лист убытия прибытия власть успех смотрите чтобы он куда-то поехал он остается на месте решает денежный вопрос через этот денежный вопрос в его плане он остается на месте решать данный вопрос поняли да раз два три но но фактором неожиданности ведет тому что он решает да но тут получается он должен что-то отладить какой-то конфликт конфликт который его беспокоит с коллегами так теперь его начальство а где начальство сейчас посмотрим начальство вообще начальство получается очень все в темной смотрите тут две башни и тут двое ножниц до нужной через эти нужные начальство как бы закрыто для него они там сами решает своих башнях какой-то вопрос по поводу больших проблем ну какая-то проблема висит теперь начальство планирую какие-то события на будущее начальство то знаете чем можно еще сказать начальство хочет что-то изменить и они решают вопрос как быть с ним с лукашенко тут получается тет на тет обсуждается вопрос и что делает лукашенко он должен защитить сама своей права на рабочем месте в этой стае в общем они хотят его убрать фактически уже созрела ситуация видите стая на стаю и это стая хочет эту стаю сожрать значит коллекции коллективная программа лукашенко утвердиться укрепиться на месте а вот эти хотят его убрать ночью начинается возня крысиная возня кто кого потом смотрите если уже вышел руководитель до император и планы из этой стаи они будут выдвигать своего представителя и смотрите жезлов до королева жезлов не нравится давление на него наседают он нервничает поэтому приходится манипулировать обуваться переобуваться в этом во всем дурдоме но есть дурдом да так теперь смотрим дальше раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре лукашенко и ходил на работу и ходит на работу и будет ли он ходить на работу вот он ходит на работу и вот он остается на работе и его удовлетворение и пока сюда положу так в общем сейчас уже обсуждается вопрос снятия его с должности через его директора хотят от него отказаться и стая на стаю да и что же будет что же будет вот александр лукашенко на работе него есть планы на будущее но эти планы на будущее он не решает эти вопросы он не решает вот и если мне нравится пословица хочешь рассмешать бога расскажи ему свои планы есть он на работе время нужно только время разобраться будет ли он ходить на работу интуиция он должен нюхать до слова у меня на язык попала он должен на нюх вычислить вот этих тварей шерстяных ну как бы слой не слоя ну как бы вот так вот и он в опасной зоне через свою интуицию он должен вычислить своих врагов где он не решает данный вопрос и будет ли он ходить на работу находясь своем коллективе со своей родной это его земля как бы дом дача до под вопросом теперь смотрите тут вышло что папыса он понимает что нужно остаться на работе а так как он хороший лицедей он остается и он приобретает себе друзей это друзья он хочет не хочет с ними воевать он хочет дружить со своими врагами и быть влюбленный и и уважаемый человек среди этой стаи и среди своих представьте как ему тяжело логировать и он приспосабливается вот карты так описали данного представителя так и вот его удовлетворение это судьба сиди и молчи подумал он не высовывайся хочешь жить научись молчать и играть он хороший игрок так теперь что скажут цыгане в общем приспособленец так теперь но его хотят они видите убрать но пока он на работе видите так вот этот расклад где-то на три месяца там плюс-минус но в течение года года у него дальше идут большие перемены так а чтобы он видите падает это называется если лететь то крылышками крылышками видимо у дьявола крылья это надо учиться летать чтобы не разбиться поняли да и нужно переобуваться вовремя ну вот он переобувается цыганский оракул скажи пожалуйста как ты видишь лукашенко александра так раз два три две потянулась теперь и ходил он на работу и ходит он на работу и вот он остается на работе и его удовлетворение это ему госпожа удача что скажет цыганский оракул так вот он по масти цыганский оракул скажи кто он по масти священник антон тут смотрите друг он друг да если вдруг оказался вдруг и не друг а враг а так тут получается пастор да тут он как бы заключает какие-то договора с друг другом с не другом как бы он друг да но то знаете как бы это юридическая карта еще может быть договор с каким-то другом какие-то разговоры идут и он видите как бы на путствие дает по каким-то договорам и он не друг не друг стране или друг враг так теперь или так вот он пришел на работу он болеет переживает но ведь и стая 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 есть он на работе думает как жить дальше думает и что же он придумал противник вот я говорю вот тут стая да получается смотрите и он понимает что среди начальства нужно быть очень осторожно ведь и тут собаки и он должен быть очень предусмотрительным вдовец человек на кладбище может кто-то видите морской кто-то умрет знаете как бы может кто-то из коллег умрет но он не умирает тут получается он пойдет этот церковь может кто-то на проводы кто-то мир иной пойдет в мир теней а враги это или враг это такое дело так теперь ему на удачу госпожа удача для кого ты добрая для кого и ночи так александр лукашенко где твоя удача и в чем она заключается это для александра лукашенко траур печаль может друг смотрите какой-то договор да сейчас посмотрим королева мечей коварность планы какие-то он какие-то документы подписывает вот и вот я говорила и и распреденция и он друг он враг он сам себе враг в этом фемида видите королева мечей эфемида документы бумаги скорее всего сделка документы бумаги по земле это по земле он там чуть решает уже думает видите чем думает это он земля землей распоряжается король мечей ну-ка с какими-то военными смотрите королева мечей король мечей фемида земли и к чему это удача приведет каким-то приятным событием а если пиковый это что-то с военная техника ведь и военная военная и это его радует он приспособленец и он хочет какую-то победу одержать вот это есть его удача удача через траур через траур ну можно так сказать если через траур он может в этом плане сам себе репутацию испортить если он раз-два-три-четыре да и 5 тут получается живя так но я так скажу вот я карты раз-два-три-четыре-пять живя таким способом где он должен лавировать ситуации он сам себе создал недоверие среди близких и в этом есть его опасная ситуация но он довольствуется малым и эта проблема ему нипочем ему главное принести себе приятность дать себе правильник и радость ну вот как то вот так я прочитала вот эти карты раз-два-три-четыре-пять ночью вот так ну и малым и пользуется и радуется в общем все спасибо что посмотрели до конца будем следить за событиями каждую неделю мы ходим к лукашенко на работу постепенно раскрывая его планы вот так вот всего доброго но он банкрот видите страна банкрот довел страну до банкротства эта страна банкрот где он приспособленец и вот эта стая другая стая и он своей стаи старается выжить вот так вот спасибо всех благ всего доброго